Что бы вы хотели лучшего увидеть в облике поселка? На данный вопрос глава Дружненского сельского поселения попросил ответить каждого жителя, в том числе и школьников. Ну а узнать о уже намеченных планах и итогах социально-экономического развития за 2015 год власти пригласили на открытую сессию совета. Как отметил глава Дружненского сельского поселения, открывая расширенную сессию, 2015-й стал очередным годом для реализации полномочий местного самоуправления, предусмотренных 131-м законом. Все силы наших работников администрации, депутатов были направлены на санитарное состояние населенных пунктов, на устройство и улучшение уровня жизни нашего населения. Несмотря на снижение дохода в местном бюджете, местные власти нашли финансовые возможности для того, чтобы выполнить возложенные на них полномочия. Благодаря участию в муниципальных программах удалось провести ремонт артезианской скважины в поселке Дружном, озеленить улицы, поддерживать надлежащим состоянием дороги, освещение, места захоронений и памятники. В 2015 году Дружненцы увековечили память о своем земляке-герое Советского Союза Степане Голеневе. В хуторе Долгогусевском рядом с сельским клубом ему установили бюст и благоустроили прилегающую территорию. Вопросы и предложения по улучшению жизни в каждом отдельно взятом хуторе и поселке Анатолий Шибко обсудил еще накануне расширенной сессии вместе с дружненцами во время сходов жителей и заседания актива. На основе их и был составлен перспективный план социально-экономического развития дружненского сельского поселения из обозначенных 17 пунктов. Самые дорогостоящие проекты – это, конечно же, строительство водопроводных сетей и решение вопросов газификации, которые планируются выполнить за счет финансирования из краевого и местного бюджетов, а также отсыпка новых улиц. Будут отсыпаны в первую очередь те, на которых больше построено домов или те, на которых больше заложено фундаментов. Нам остается газифицировать улицу вокзальной. Я вам хочу сказать, Антонина Михайловна Ваховская, это инициативная группа с улицы вокзальной, написала письмо ТЭК. Ответ пришел такой. Дружненское поселение даст заявку на участие в программе развития ТЭК или развития села. Я вам говорил в закладе, что развитие села – 10% поселения, развитие ТЭК – 30 миллионов, там 3-4, это нам необходимо, на подводящие запрос высокого давления. Но все равно надеяться надо, мы готовы газифицировать. В ходе встречи дружненцы задавали вопросы, и их было немного. В числе обозначенных тем – строительство нового детского сада и пристройки к школе, а также повышение тарифов и заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов. Я хочу еще поддержать куратора в том смысле, что у нас не все люди платят. Ходишь, стучишь, они говорят, что вывозят на свалку. Никто не вывозят, все вывозят в ящики выйти, но платить не хотят. Вот если бы вот здесь нашли какой-то крючок, чтобы ловители, хоть бы камеры ставили, раз бы наказать и все бы. А сейчас те, кто рядом живут, тоже отказываются платить. Мы сейчас всем главам поселения рекомендовали унести изменения в право благоустройства. И теперь за незаключение договора нового суза будет административная ответственность. Ну а затем о том, над чем в течение года работал местный депутатский корпус, рассказал председатель совета дружненского поселения. В основном вопросы – это бюджета, принятие градостроительного плана, принятие индикативного плана развития поселения, исполнение бюджета, контроль за его исполнением и так далее и тому подобное. Значит, принято 40 решений, 20 из которых носят нормативный характер. Подытоживая встречу в целом, Татьяна Марченко сказала о том, что у дружненского сельского поселения есть потенциал для дальнейшего экономического развития, которое задают власти на местах. 20 февраля исполняется 14 лет, как Анатолий Шибком является главой дружненского сельского поселения. У вас уже вопросы городские, больше касающиеся чисто благоприятных условий, даже то, что на красной линии там, не то, что газа нет, а то, что на красной линии там дом стоит. Они тоже, как бы, эти вопросы нужны, конечно. Но больших глобальных вопросов, кроме детского сайта, конечно, в поселении нет. Это заслуга не только Анатолия Николаевича, и его команды, и всех, наверное, жителей поселения, потому что вы его содержите в любви, в чистоте, в благоприятности, в помощи друг другу, и все живут здесь мирно. Решением депутатского корпуса работа главы дружненского сельского поселения единогласно признана удовлетворительной. Наталья Колесникова, Сергей Гриценко. События и люди.